МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бой с азартными мельницами. Чем увенчается очередной поход ГПУ на нелегальное казино? И кто снова может спасти королей и горной мафии? Утечка лучших мозгов. Украинские ученые массово уезжают за границу. Почему государство их не останавливает? И какой катастрофой это может обернуться для страны? Добрый вечер. Я Алексей Лихман. Давайте проанализируем главные подробности уходящей недели. Коррупционный скандал в святая святых в сфере обороны. Это стало главной новостью уходящей недели. И может стать главным процессом всей осени. Детективы антикоррупционного бюро пришли за топ чиновниками оборонного ведомства. По версии следствия, они зарабатывали на схемах поставок топлива и обманули государству как минимум на 150 миллионов гривен. Ситуацию прокомментировали уже и министр обороны Степан Полторак, и президент Украины Петр Порошенко. Как развивались события, напомнят мои коллеги. Переполох на 150 миллионов. Оборону оборонного ведомства пробил коррупционный скандал. В среду НАБУ задержало двух государственных ВИПов. Заместителя министра обороны Игоря Павловского и руководителя департамента госзакупок Владимира Гулевича. Их обвиняют в организации топливной схемы. В прошлом году министерство подписало контракт с небольшой фирмой на очень большую сумму. За рекордный миллиард гривен должны были купить 70 тысяч тонн горючего. Но после подписания соглашения стоимость топлива резко возросла. Было незаконно без будь-яких на те підстав переглянуто угоди. И укладено додатковые угоди между Министерством обороны и государственным бюджетом. Компанією-постачальнику было перераховано 149 миллионов 39 тысяч гривен на подставе этих додатковых угод. Это говорит уже сам подозреваемый замминистра Игорь Павловский на заседании суда. Уже в четверг и ему, и Владимир Гулевичу избрали меру пресечения. Обоих к неудовольствию прокуратуры отправили под домашний арест. Хотя на поруки Павловского был готов взять заместитель секретаря СНБО. Да и министр обороны Степан Полторак своего подчиненного поддерживает. Из-за Павловского готов поручиться к министерским портфелям. На честном расследовании настаивает и президент. Позиция первая. Никому не дозволю красить в армии. Те, кто будет красить в армии, руки поветрубали. Это позиция президента. Потому что армия является предметом моей персональной турботы. Армия является одним из наших очевидных достигений за три года. Кроме Павловского и Гулевича подозрения по этому делу вручили еще четырем чиновникам. Что касается фирмы, у которой закупали топливо, в СМИ пишут, что ее руководители успели покинуть страну. Любопытно, что это расследование началось больше года назад. Со статьи в еженедельнике «Зеркало недели». Журналисты разобрали по косточкам один из крупных тендеров Министерства обороны. Закупали топливо. Победитель – малоизвестная фирма. Схема простая, как две копейки. Для победы в тендере заявляют одну цену, максимально низкую. А вот после заключения договоров цену повышают. Естественно, по согласованию с Министерством обороны. И, как выяснили журналисты, и теперь подтверждают следователи, до уровня намного выше рыночного. История эта интересна еще и тем, что у нас же в стране вроде как победили коррупцию в сфере госзакупок. Но, по крайней мере, политики регулярно об этом отчитываются. Работает система Прозора, и все тендеры проводятся открыто. Любой участник торгов, которого в тендере обошли незаконно, может опротестовать несправедливое решение. Но есть один нюанс. Схемы тоже работают, несмотря на Прозора. Тему продолжит Павлина Василенко. За год больше миллиона открытых госзакупок и 30 миллиардов сэкономленных гривен. Дальше больше. В Минэкономике надеются. До конца 2017-го Прозора сохранит казне 50 миллиардов. Хотя сумма могла быть еще солиднее. Ведь дельцы до сих пор находят тень в уже, казалось бы, прозрачных закупках. На начале запуска Прозора все были очень переляканы. И как-то, ну вот, был все-таки страх. Но сегодня уже, скажем так, замовники расслабились. У нас фактически была тендерная мафия, очень такая потужная. Они пытаются все равно оставаться в схемах. Именно пресловутая схема – основа бизнеса по-украински. Уловки, с помощью которых можно легко обойти Прозора у чиновников в ассортименте. Разделяя и властвуй. Этот принцип чиновники тоже умело переносят на госзакупки. И активно используют допороговые суммы. Ведь если услуга или товар стоит меньше 200 тысяч гривен, тендер можно не проводить. А подробить миллионные суммы не составляет большого труда. Они делят себе маленькими частинками по 199-999. Выкладывают мой договор с постачальником. Само собой не зрозумели, как они его убирали, по какому принципу. И только свидетельствуют про это в системе. И так может быть на достаточно большую сумму. Высший пилотаж до порогового дробления показала шахта «Россия». Там закупили продукты по заоблачным ценам у одного поставщика. Муку брали по 200 гривен. Подсолнечное масло по 2000, а мясо и того дороже. И таких примеров довольно много. В Полтаве тоже рубят капусту, не жалея государственных денег. Все лучшее, а точнее все самое дорогое там покупают детям. Управление образования для детсадов закупило 15 тонн капусты почти по 8 гривен за килограмм. Это вдвое дороже, чем на рынке. У нас детлаки будут найдорожче капусту куповать. Это есть, при том, что в соседних областях закуповываются за нормальной ценой рынковой. Чтобы обойти Прозоро, заключают договора с фирмами-однодневками или с так называемыми своими фирмами. По мнению правоохранителей, эта схема сработала и в этом доме, где деньги на капремонт трубы отопления выделялись дважды. Здесь полтавским чиновникам даже декоммунизация помогла. Вначале выделили 216 тысяч гривен на ремонт дома по улице Маршала Конева. Ну а после переименования уже другой частник получил ту же сумму на ремонт того же дома, но уже по улице Евгения Коновальцева. Я не знаю вообще, как там люди ходят. Там не ездить, по-моему, ничего нельзя. Поэтому зимой здесь вообще, наверное, страшно. Подобная ситуация в Полтаве и с ремонтом дорог. Это улица Верховинца, недалеко от центра. В прошлом году ее уничтожили дожди. В этом, говорят журналисты, на ремонт запланировали полтора миллиона гривен. В марте провели предоплату более 400 тысяч одной фирме. А уже в июле такой же договор и такой же задаток получил другой подрядчик. При этом ни техники, ни рабочих за все это время люди здесь не видели. Это немного похоже на какое-то выгодное кредитование. Безвотцовое. Тут ты приходишь до мискрады, берешь переднюю оплату 400 тысяч гривен, ничего не делаешь. Потом просто повертаешься, гроши безвотцовое. В сентябре в Полтавский горсовет приходили следователи генпрокуратуры и даже обыски провели. Но местные чиновники говорят, пришлось дважды заключить договоры на одни и те же работы, поскольку летом вступил в силу закон о лицензировании деятельности, а у подрядчиков не было документов. Не хвалуйтесь, ни копейка, ни копейка даремно не вытрачена, и объем работ не задвоенный. Подрядник один взял, который не имел лицензию. По закону он далее не имел права выполнять, повернул аванс через держка значительства. Новое, это хорошо забытое старое решили в Ривне и купили белорусский гибридный троллейбус «Дуобус» за рекордные 7,5 миллионов гривен. Хотя были предложения и подешевле. Историю дорогого, но старого рогатого придали огласки журналисты. Троллейбус, который ездит в Ривнену, купили через фирму-прокладку, которая до этого никогда ничего не продавала, и только реализовала этот троллейбус в Ривнену. От этого троллейбуса отказались в России, нашли там ряд дефектов, про которые сами уже россияне нам рассказали. И уверена, что его больше ни где не смогли продать, кроме места Ривна. После журналистского расследования полиция начала досудебное. Ривненских чиновников подозревают злоупотребление служебным положением. За последнее время открыто много уголовных дел, но приговор есть только по трём. Нюанс в том, что бывшая КРУ, а ныне государственная аудиторская служба, не имеет полномочий привлекать к ответственности на этапе торгов. То есть предупредить преступления не могут. Для того, чтобы им законом не прописанный механизм действия мониторинга. Для того, чтобы открыть какие-то криминальные проведения, им нужно довести материальный избыток в державе. Подделанные документы и подписи выявить проще всего. Сложнее доказать связь между заказчиком и фирмой-подрядчиком. Друг, сват, брат. Конфликт интересов возможен, но его могут просто не увидеть. Называют, что вот он друг, он там друг. Ну друг это не показник. А вот родич, это уже совсем другая справа. При наявности родинных связей между компанией, которая выиграла, например, тендер, и то, что чиновник, который голосовал про этот тендер, он прямо, безусловно принимал в этом участь, то это безусловно конфликт интересов. И тогда такая компания, можно, скажем, можно оскорживать, насколько прозоро и насколько дотриманы были все требования. Доказанного конфликта интересов достаточно для того, чтобы отменить тендер. Но есть еще одно но. Если торги отменялись дважды, заказчик имеет право начать переговорную процедуру. И в итоге все равно выбрать того, кого нужно. Павлина Василенко, Инна Белецкая, Даниль Косаковский, Сергей Килибник. Подробности недели. Телеканал Интер. Пожалуй, нет в Украине региона, который не прославился бы какой-нибудь остроумной коррупционной схемой. Как нет и госкомпании, которая не запомнилась бы журналистам-расследователям каким-нибудь особенно циничным способом увести налево государственные деньги. Но среди тысяч таких примеров есть и по-настоящему выдающиеся. Чего стоит одна только укрзалезнеться. При предыдущем руководстве компании, отраслевые эксперты и даже профильный министр инфраструктуры Владимир Амелян оценивали ежегодные потери от коррупции на уровне 10-15 миллиардов гривен. Еще раз, это ежегодные потери. Люди умудряются зарабатывать таким образом буквально горы наличности. Кто эти баловни железных дорог? Напомнит Оксана Григорьева. Анкеры, клеммы под рельсовые прокладки. С помощью этих небольших запчастей для рельсов некоторые прокладывают дорогу к миллиардам. И уступать ее другим не хотят. В 2002-м появляется фирма-корпорация КРТ, которая изготавливает эти детали. И тут же становится лидером всех тендерных гонок. Корпорацию КРТ связывают с одиозными львовскими олигархами, а сейчас нардепами Ярославом Богданом Дубневичем. С тех пор, как они появились в железнодорожном бизнесе, все ремонтные детали заказывают только у их фирм. К примеру, в 2015-м году Укрзалезница объявляет очередной тендер с методом 26 миллионов. Механика предлагает в половину меньше, но их в очередной раз игнорируют. Створится ситуация, за которой Укрзалезница очень любит одного производителя. За сбегом обставин стало так, что владельцы этого производителя очень близкие к Верховной Раде, а именно депутатами. Тут неправильно сказать владельцы, я перепрошу, концевые бенефициары. Хотя в последнем тендере, до речи, принимает участь КРТ, где владельцами есть связанные люди с народными депутатами, а именно их друзьями. И это четко с единого регистра видно. Это не удивительно то, что Ярослав Дубневич в засобах мазовой информации неодноразово заявлял, что предпринимательство КРТ им не подпередковывается. Подобная монополия тормозит реформы и загоняет в минус бюджет Укрзалезницы. За первое полугодие предприятие получило почти 5 миллиардов убытков. В то же время состояние причастных к бизнесу растет. Осенью прошлого года декларация Дубневичей вызвала фурор. Сотни домов, квартиры, земельных участков и горы налички. 715 миллионов гривен на две семьи. О том, что на госмонополии наживаются братья Дубневичи, заявляли и публичные лица. Министр инфраструктуры Амелян неоднократно обличал олигархов. Но вот доказать ему ничего не удалось. В НАБУ сейчас расследуют около 20 дел по факту коррупции в Укрзалезнице. Среди них есть и касающиеся фирмы КРТ. В начале недели в СМИ появилось сообщение о том, что свидетель по этому делу даже попросил защиты у детективов, поскольку боится за свою жизнь. Эту информацию в НАБУ нам обещали прокомментировать. Но ответ не дали до сих пор. А вот чтобы поговорить с самими братьями, мы отправились в их особняк возле Львова. И пока правоохранители расследуют тендерные схемы, госпредприятия продолжают текущие. А у детективов антикоррупционного бюро еще один клиент. И теперь это сам министр инфраструктуры Владимир Амелян. Журналисты выяснили, что бюро еще с мая проводит расследование в отношении министра. Подозревают в незаконном обогащении. Детективы уже получили доступ даже к переговорам Амеляна по мобильному. Суть дела в том, что министр по версии НАБУ не указал в электронной декларации весь список имущества, которым он реально пользуется. А это и дом, и машина, да и добра у министра и его родственников якобы больше, чем можно позволить себе на официальные доходы. Сам министр утверждает, что никаких нарушений с его стороны не было. Мол, готов сотрудничать по этому делу с любыми правоохранительными органами. Хоть с НАБУ, хоть с СБУ, хоть с Генеральной прокуратурой. Финансово-экономический блок Кабмина, подкрепленный руководством НБУ на этой неделе в Вашингтоне. Там проходит ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка. И вроде бы это просто ритуал. Каждый год примерно одни и те же люди говорят примерно об одном и том же, хоть и в очень важных для финансового мира интерьерах. Но для таких стран, как наша, все иначе. В Вашингтоне сейчас министр финансов, первый замминистра экономики и оглавы Нацбанка. От результатов встреч украинских чиновников зависит многое. Как минимум, судьба очередного транша. А это почти 2 миллиарда долларов. Но дело не только в деньгах. Сам список требований западных кредиторов – это тоже предмет для переговоров. Летом удалось снять один из самых болезненных вопросов – земельную реформу. Ее от Украины в фонде пока не требуют. Зато хотят от нашей страны гораздо больше активности в приватизации и конкретных результатов в виде приговоров в борьбе с коррупцией. Может ли Украина получить новый транш без выполнения этих двух пунктов? Возможно, об этом тоже будут говорить в столице Соединенных Штатов. Но вот что забавно. Пока чиновники пытаются получить хоть какой-то новый кредит на Западе, мимо госбюджета проходят огромные деньги. Причем внутри страны. Целые отрасли у нас процветают ведь подпольно. Например, игорный бизнес. Официально он под запретом уже 8 лет. Но вот в одном лишь Киеве за неполный нынешний год выявили уже больше тысячи нелегальных казино. А работают они по всей стране. Почему государство безнадежно проигрывает в подпольной игре? И какую прибыль может принести Украине легализация азартного бизнеса? Разбиралась любовь кукла. Этот боевик с азартным сюжетом сняли в Днепре. На днях группа активистов пошла в бой с однорукими бандитами. Устроили райд по нелегальным казино. А это видео в том же месте, но в другой час. Сейчас здесь совершенно иная картина. Компьютеры не работают. От клиентов и след простыл. Я здесь не работаю, я вам отвечаю. Вы же говорили только что, что вы начали. Чего? Наркобизнеса или чего? Бизнес хоть и не нарко, но тоже незаконный. Да и зависимость вызывают такую же. Нелегальных казино под вывесками лотереи или интернет-клубов в Днепре, как и в любом другом городе Украины, сотни. И выиграть в борьбе с ними невозможно. Ведь все казино под надежной крышей. Да, приезжают полицейские, приезжают следственные оперативные группы, изымают. Но на следующий день аппаратура вся возвращается обратно. Каким способом? Для нас это стает покрыто тайным раком. Но у нас есть предположение и некоторая информация, что недобросовестные сотрудники полиции за некоторое вознаграждение возвращают обратно всю технику игровую. А это оперативка из Закарпатья. Там за крышевание игорного бизнеса задержали местного прокурора. После чего генпрокурор Юрий Луценко заявил, азартные игры нужно легализировать. Все, кто хочет заниматься игральным бизнесом, прошу до лицензии. Я не против, на самом деле, такого вида бизнеса. Но, пожалуйста, лицензии, податки, официальные звезды в Минфину, иного не можно допустить. Я не буду закрывать очи и иным не дам на функционирование игральных закладов поза законным. Но пока основная игра идет как раз вне правил, а украинские правоохранители живут с широко закрытыми глазами уже почти 10 лет. Ведь азартный бизнес в стране запретили еще в 2009-м. Но игру никто не остановил. Просто все расклады успешно перевели в тень. И у игорной мафии на руках Royal Flash. Всем ли закон писан, мы решили проверить лично и для полноты образа, и даже сменила имидж. И вместе с коллегой под видом двух подруг отправляемся попытать удачу и сорвать куш. Здесь приглашают поиграть в лотерею. Но на столах обычные компьютеры, а на экранах барабаны одноруких бандитов. Мы все снимаем на мобильной. Открытые камеры тут были бы мягко говоря, не рады. Мне, к сожалению, подфартило не сразу, чтобы поиграть, требуют документы. Поиграть хотели? Документы. Нужно показать? Что же они в тебя не встали? А там уже есть 18 лет. Ну, у нас просто руководство заставляет все документы. С того нет, кушевания. В результате верят на слово. И я в игре. Пошло, пошло, пошло. Наташка, мы сегодня с тобой будем просто миллионеры. Не смотри. В копейках. Но в итоге мы в проигрыше, а подпольное казино выигрышем. Как видим, подобные горные заведения буквально на каждом шагу. Вот одно, а вот сразу же второе. И несмотря на конкуренцию, казино работает и даже очень успешно. Не себе в убыток. Но эти игры для простых смертных, для богатых вив-игроков открыты двери настоящих подпольных казино. С зеленым сукном, покером и блэкджеком. Попасть в круг избранных, правда, сложно, ведь там своих клиентов знают по лицу. Несмотря на запреты, продолжают работать и букмекерские конторы. Но свои офисы из Реала они успешно перевели в виртуал. Но чаще всего попытать удачу предлагают именно в интернете, так называемые легкие деньги. Делаешь ставки, получаешь выигрыш, даже не выходя из дому. Дорогие вив-казино в подполье, замаскированные однорукие бандиты в спальных районах или интернет-букмекеры. Пока они в безусловном выигрыше, ведь все их доходы текут мимо государственной кассы, в карманы игорных королей. Только от возобновления деятельности казино бюджет бы получил около 2 миллиардов гривен в год. Текгорному бизнесу в мире подходят по-разному. Под полным запретом азарт в арабских странах. В консервативном Китае казино работают только в районе Макао, который называют азиатским Вегасом. А вот в Канаде, Греции и Швеции можно играть где душа угодно. А Монако, благодаря казино Монте-Карло, почти полностью наполняет бюджет. В Верховной Раде есть законопроект о легализации игорного бизнеса, ведь это неплохой способ наполнить казну. Но пока украинские политики игру не начинают. Любовь Кукла, Сергей Дубинин, Елена Миндалюк и Евгений Каденцов. Подробности недели. Телеканал Интер. Кстати, в том же МВФ давно предлагали Украине легализовать игорный бизнес. Но наши политики не нашли времени и сил для того, чтобы принять такое решение. Теперь вот об этом заговорил генеральный прокурор Юрий Луценко. Может быть, хотя бы к нему прислушаются. Давайте обсудим это с Оксаной Продан, народным депутатом и одним из самых интересных украинских экономистов. Оксана, я вас приветствую. Спасибо, что присоединились. Скажите, известны ли вам примерные оценки тех потерь, которые несет государство, не получая соответствующие налоги, сборы, пока этот бизнес находится в подполье? Если не рассчитывать податки, которые касаются людей, которые работают в бизнесе, и говорить только о податках на прибыль, то Министерство финансов, когда вносило в Верховную Раду проект легализации игорного бизнеса, говорило о 5 миллиардов гривен, которые недоотримают государственный бюджет. 5 миллиардов, которые сегодня остаются в распоряжении практически нелегальных операторов. А вы верите в то, что игорный бизнес могут легализовать в ближайшее время? Однозначно легализуют, потому что не бывает такого, чтобы государство добровольно отказалось от огромных отходов до бюджета, когда в бюджетах нет денег. Мы идем в Европейский Союз, мы в Украине имплементуем европейское законодательство, и в принципе, с 2015 года Европа имеет общую директиву, которую ругаются все страны Европы. Ни где нет забороны, скрозь есть легализованный бизнес, но по-разному он работает, по-разному сплачивается податок от специального дохода, потому что игровый бизнес – это не производство, это не торговля, это абсолютно специфичный бизнес. Оксана, но пока все равно сложно понять, почему тогда игорный бизнес до сих пор не легализован. Что этому мешает? Вот смотрите, европейские директивы есть. Миллиарды гривен почти на ровном месте государство может заработать. Почему нет на сегодняшний день? Ну, насправді, с 2009 года, когда было принято законодательство про заборону игрального бизнеса, залишился легальным только лотерейный бизнес, все інше поза закону. После того, как был выбран действующий склад Верховной Ради, до парламенту внесено 10 законопроектов, и урядовые, и депутатские законопроекти, которые различным чином предлагают легализовать игральный бизнес. Одни створяют инициаторы законопроектов, створяют условия для любого бизнеса, регулируют и игральные автоматы, и букмекерскую деятельность, и казино, абсолютно все, и дают возможность развития и развития такому виду бизнеса. Другие инициаторы законопроектов максимально обмеждают вообще существование игрального бизнеса в Украине. И у нас в профильном комитете в податковой и митной политике было створено рабочую группу, и рабочая группа отработала какой-то законопроект, мы работали его до определенного этапа, но кинцевой редакции так и нет. Видно, что разные интересы, и, с одного боку, оператори, и, с другого боку, желание получать максимальное надходление до бюджета, но самое главное, до чего мы не дійшли, это то, что часть депутатов считает, что необходимо легализовать и дать доступ открытий до игрального бизнеса, а другая часть депутатов максимально обмеживает доступ, потому что мы помним с вами, что у нас было, и, в принципе, и остается, но не таким открытым, как была беда с игральным автоматом. Ну, понятно, Оксана, я резюмирую. Ситуация, к сожалению, до боли знакомая. Пока политики спорят, государство просто теряет деньги. Спасибо вам. Оксана Продана отвечала на мои вопросы. Мы с вами продолжаем подробности недели, и вот о каких темах будем говорить в нашей программе далее. Утечка лучших мозгов. Украинские ученые массово уезжают за границу. Почему государство их не останавливает, и какой катастрофой это может обернуться для страны? Субсидии по зиме считают. У государства заканчиваются деньги на помощь населению. Как малоимущие теперь будут оплачивать комуслуги? Спросим у министра соцполитики. В эту среду вступила в силу пенсионная реформа. За нее Кабмин боролся почти год. Это решение можно разделить на две части. То, что касается будущих пенсионеров, и то, что должны почувствовать пенсионеры нынешние. Прибавка к выплатам была обещана большинству из почти 12 миллионов украинских пенсионеров. Кто и сколько получил по факту? Довольны ли люди новыми суммами, и вообще успели ли чиновники правильно пересчитать пенсии для всех тех, кому должны были это сделать? Наверняка именно такими будут главные вопросы следующей недели, когда деньги дойдут до всех наших граждан. И мы обязательно постараемся выяснить правдивые ответы на эти вопросы. Впрочем, уверен, точно тем же будут заниматься и в правительстве. Если уж Владимир Гройсман назвал эту реформу одной из главных своих задач на посту премьера. На следующей неделе обязательно обсудим. Для меня особисто это было справа чистой. Розпочатый процесс восстановления справедливости. И тогда, когда я говорил про то, что если пенсионные изменения не будут проведены, и люди не смогут получать увеличение пенсии, я пойду в отставку, я не жартовал. Я не хотел и не хочу работать в владе, которая байдуша до проблем людей. Поэтому я рад и потому, что нам удалось принять надзвичайно важное решение. Мы будем идти далее. Для тех людей, которые воспользовались дырами в таможенном законодательстве. За машины платить все-таки придется. Уступки могут быть разве что по срокам. Да и сумма обязательной выплаты будет зависеть от возраста автомобиля. В ближайшее время должны пройти консультации по этому законопроекту между кабинетом министров и Верховной Радой Украины. А вот у самих владельцев Евроблях новая мода. Болгарские номера. Сейчас среди нелегалов на дорогах доминируют польские и литовские машины, которые всегда легко заметить, в том числе и патрульным. А вот с болгарскими номерами все не так просто. Эти номера очень уж похожи на украинские. Есть даже серии букв на номерах, которые совпадают с нашими. СА, например, СВ или ВТ. Впрочем, в этом месяце до Евроблях депутаты добраться точно не успеют. Почему? Да у них осталось всего 4 рабочих дня в октябре. Вообще, вы наверняка и сами заметили, насколько расслабленный режим работы у нынешнего созыва Верховной Рады. Вот казалось бы, политический сезон только недавно ведь начался, а уже через неделю у законодателей экватор работы во втором полугодии 2017 года. Неплохо, правда? Потом еще 16 дней поработать и Новый год с Рождеством. И вот что интересно. Есть у депутатов способ компенсировать такую расслабленность. Законопроекты. Их можно производить бесконечно, на любые темы, в любом количестве. А потом пафосно отчитываться о них в телеэфире. Мол, работаем же. Наша инатомина заинтересовалась этой кипучей активностью. Тысячу и одну депутатскую фантазию. Посмотрите далее. Политсезон в разгаре. В парламенте кипит все. Работа, скандалы и споры. В порыве политической страсти даже дымовые шашки горят. Ведь спиротехническим шоу депутатская работа становится, если не эффективнее, то, по крайней мере, эффектнее. Дымовая завеса политических баталий – хорошая маскировка для депутатского релакса. А еще избранники свой низкий КПД умело прикрывают тоннами макулатуры, имитируя бурную деятельность. На сегодня в Раде зарегистрированы рекордные 10 тысяч проектов законов и постановлений. То есть законами стали всего 6%, а все остальные депутатские инициативы пылятся на полках, не имея ни малейшего шанса. Да и некоторые идеи слуг народа уж слишком экстравагантны. Проект закону про внесение изменений до регламента Верховной Ради щодо читания молитвы «Отче наш» сразу после открытия пленарных заседей. Кому должна помогать молитва – депутатам работать или людям жить после имена работанного – тот еще вопрос. Но не молитва единой. Еще народные депутаты предлагали – ради права мужчин на отцовство запретить аборты женщинам. Обратиться к Дональду Трампу, чтобы тот не обижался на критику украинских политиков. И отложить переименование Кировограда, пока страна не вступит в Евросоюз. Была спроба аппарата Верховной Рады откуда-то всю абсурдность. У нас даже было несколько расследов на регламентном комитете, куда завертались народные депутаты и сказали, что на какие подставки мы не отмывали. Изменить ситуацию могла бы реформа парламента. В частности, норма, которая действует во многих странах. Когда депутат перед тем, как подать свою инициативу, должен заручиться поддержкой коллег-единомышленников. Никто сейчас не фильтрует этот законодавчий спам, который регистрируется народными депутатами. И на все эти законопроекты, как отче наш, как решта, выделяются ресурсы, чтобы парламентские комитеты их опрацовывали, выносили свои выставки, давали экспертизу и так далее. А ресурсы выделяются вполне солидные. Нематериальные идеи депутатов легко конвертируются во вполне материальные миллионы гривен налогоплательщиков. На работу Рады в год из госбюджета идет примерно миллиард гривен. На зарплаты законотворцам около 400 миллионов. Остальное – на организацию работы. В том числе и на бумагу, на которой и печатают все проекты. Ведь с электронкой пока полный завис. И все эти бумажки легко превращаются в денежные знаки. По данным самих депутатов, которые они нам предоставили, только на покупку бумаги в месяц, тратят 45 тысяч гривен. А за год законотворческой работы парламентская канцелярия тянет на полмиллиона. Мало того, оказалось, что за бумагу они платят дважды. Мы же народные депутаты, мы принимаем очень серьезные законопроекты. И вот мы платим за то, что макулатуру у нас утилизуют. Мы не сдаем в какой-то фирме, потому что это надзвучайно тайные документы. Мы платим в какой-то фирме, которая выиграла через тендер, за утилизацию. А утилизировать есть что. По нехитрым расчетам за год депутаты тратят 15 тонн бумаги. Если перевезти в деревья, получится маленький лесок. Кноподавство и прогулы уже хроническая парламентская болезнь каждого созыва. Но в этом году депутаты даже достигли виртуозности в игре на кнопках голосования. Проголосуй за себя и соседа – девиз почти каждой фракции. Ведь в каждой фракции есть злостные прогульщики. Некоторые пропустили 80% заседаний за три года работы. Но, как ни странно, есть в этой ситуации и плюс. Депутатская неявка превращается в материальную выгоду. Их лишают части зарплаты. И, по данным спикера, на прогульщиках уже сэкономили 3 миллиона гривен. Депутат СПИД, а служба идет. Зачастую и от присутствия избранников в зале толку немного. Хоть коэффициент полезного действия нардепов весьма скромен, сами они скромностью как раз не отличаются. И на этой неделе в который раз заговорили о повышении зарплаты. Самим себе. Не спешат браться депутаты и за второе чтение законопроекта по деоккупации Донбасса. Напомню, об этом документе политики проспорили всю прошлую неделю. Проголосовали за него только в первом чтении, пообещав удалить ко второму все спорные нормы. И даже главный вопрос о продлении особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вынесли в отдельный законопроект. Но и этого оказывается недостаточно. В блоке Петра Порошенко прогнозируют, что вернутся депутаты к этой теме не раньше ноября. А вот если говорить о следующей пленарной неделе, то уже известно, что станет главной задачей для народных избранников. Медреформа от Ульяны Супрун. Спикер парламента Андрей Порубий уже анонсировал, этот вопрос вызовет наибольшие дискуссии. Это неудивительно. Ведь с голосами за эту реформу по-прежнему проблема. Причем даже во фракциях большинства. Мажоритарщики отказываются поддерживать идеи Супрун. Что именно предлагают в Минздраве и под чем не хотят подписываться депутаты, напомнит наша короткая справка. На следующей неделе в парламенте ожидается обострение скандалов. Депутаты обещают рассмотреть самую спорную реформу, медицинскую. Как спасти главного больного страны? Выписать единый рецепт Минздраву и Верховной Раде никак не удается. Ведь в проекте слишком много принципиальных противоречий. И так, что предлагает команда реформаторов? Меняется сам принцип медсистемы. Она становится договорной. В Украине ведут страховую государственную медицину. Поэтапно, сначала на первичном уровне. Для этого создадут национальную службу здоровья, которая станет посредником между пациентом, больницей и государством. Именно она будет распределять бюджетные средства, заказывать медуслуги и контролировать их выполнение. Все больницы подпишутся службой договоры, чтобы получать страховые деньги из бюджета. Но не станет ли служба здоровья очередной коррупционной кормушкой чиновников? К тому же функции над службой здоровья уже выполняют обл и райздравы. Что будет с ними? Второй момент. За медицину придется платить. Бесплатными останутся первичная медпомощь, экстренная и палеотивная. На первичку государство готово выделить очень скромную сумму. Приблизительно 370 гривен на человека в год. Пациенты вряд ли смогут уложиться в эти рамки без доплаты. Кроме того, придется ли платить за плановое лечение? Будут ли льготы и какие именно? Пока неизвестно. Четкого прайса в Минздраве не дают. А вот больницы хотят перевести на самообеспечение. Именно за счет этих платных услуг. В то же время в законопроекте прописано, что все взаиморасчеты должны быть в электронном виде. Для этого до лета создадут единую электронную систему и реестр пациентов. Насколько реальны такие планы? Ведь реестр не могут запустить уже 3 года. Кроме того, треть украинских больниц не имеют доступа к интернету. Что касается непосредственно больниц, то они тоже изменятся. Все лечебные учреждения поделят на 3 категории. Семейные амбулатории будут первичным звеном оказания медпомощи. Вторым узкопрофильное медобслуживание, УЗИ, МРТ и лабораторные исследования. Третье звено узкоспециализированные клиники. Но все эти инновации пока предмет политических торгов. Итак, есть ли шанс, что Верховная Рада все-таки утвердит все эти инновации? И чего вообще ждать от следующей пленарной недели? Поговорим об этом с Юрием Бойко, лидером оппозиционного блока. Сегодня гость подробностей недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Добрый вечер. Юрий Анатольевич, ну, скорее всего, медреформу точно попытаются провести через зал Верховной Рады на следующей неделе. Интересная ее судьба. Вот сегодня появилась новость, что в представительстве ЕС в Украине призывают депутатов голосовать за медреформу. А как вы думаете, не на Западе, а в Украине, как они относятся? Для меня показательно отношение депутатов-мажоритарщиков, которые боятся давать за нее голоса, скорее всего, потому что не знают, как объяснить людям на своих округах, почему они это сделали. Да правильно боятся. Потому что это не медицинская реформа. Это вообще прямой путь к сокращению количества людей у нас в стране. Ведь что предлагается? Создать грандиозную коррупционную структуру, которая в ручном режиме будет распределять 97 миллиардов бюджета медицинского учреждения. И теперь не областные советы, а каждый главврач больницы должен приехать в Киев. И если договориться, ему дадут деньги на больницу, а если не договориться, то нет. То есть это прямой путь коррупции и ликвидации, децентрализации, как такой. Устранение всех людей на местах от решения тех вопросов, которые они привыкли и знают, как решать. Второй вопрос, это практически узаканивает сегодня платную медицину. Она и так у нас была платная, и все понимают, что с этим надо бороться, ее надо реформировать. И 75% населения недовольны медициной в стране. Но это не значит, что нужно просто заставлять людей платить, тем более пенсионеров, за то, что они не смогут платить и будут просто страдать. Мы предложили делать страховую медицину классическую. То есть за пенсионера платит государство, за работника работодатель, причем на эту сумму уменьшить у него налоги, уменьшить тарифы на энергетику. То, чем их сейчас задушили практически. И таким образом дать возможность оплачивать. А случаи бывают разные. Еще они даже не внедрили эту так называемую реформу. А вот я был в Радомышле, неделю назад подходит женщина на площади, пенсионерка говорит, что мне делать, я пошла в больницу. И случаи жизни, вот 80 тысяч гривен стоит опираться. Как ей платить, кто за нее будет платить? И пенсия у нее 1500 гривен. То есть это не реформа, это кого еще у нас не добила пенсионная реформа, не добьет, вот тех догонит медицинская. А некоторые инициативы, исполняющие обязанности министра, они свидетельствуют как минимум кричущим непрофессионализмам. Но будем наблюдать за бодателями Верховной Ради на следующей неделе. Вы вспомнили пенсионные реформы, власть уже подводит первые итоги. Во власти, конечно, довольны. Люди довольны не совсем, слишком уж мало они посчитали, что им добавили этих пенсий. Почему так вышло? Неправильно было просчитано в законопроекте? На самом деле требование людей поднять пенсию, оно абсолютно справедливо. И никакого отношения к изменению, к так называемой пенсионной реформе, оно не имеет. В стране за последние три года инфляция была 100%, а пенсии подняли аж на 12,5%. Людей просто обобрали, потом сказали, мы вам что-то дадим, но вы заставляете депутатов голосовать, поскольку нужно, чтобы уменьшить количество пенсионеров, получающих пенсии. Не все могут оформить страховой стаж, что, собственно говоря, со следующего года и будет. Просто уменьшает количество людей, получающих пенсию. И то, что сейчас происходит, очень много отзывов, что где-то действительно там подняли пенсию на 300-400 гривен, а где-то осталась она та же самая, а где-то еще уменьшилась. Это свидетельство не тех просчетов, которые были. Правительство обязано было поднять пенсию на размер инфляции в стране и осовременить ее так, как это положено по закону. Они этого не делали три года, и все бюджеты, и это правительство, и предыдущее, строили на том, что недоплачивали пенсионерам. И реально сегодня у нас голодные люди в стране. Голодные пенсионеры, поскольку на 1100-1500 гривен выжить невозможно. Бюджет. В четверг депутаты должны приступить к чтению главного законопроекта финансового на следующий год. Чего ждать от рассмотрения этого документа? Я сомневаюсь, что до этого дойдет, поскольку больше 900 поправок к так называемой медицинской реформе. Но если дойдет, то мы будем голосовать против, потому что сегодняшний бюджет это бюджет полицейского государства с бедным населением. Дают всем. Прокуратуре, полиции, службе безопасности, администрации президента, кабинету министров. На 2,3 миллиарда увеличивают, по сравнению с прошлым годом, дотацию на кабинет министров. Суммарно больше 20 миллиардов дают на административные органы, силовые структуры, по сравнению с прошлым годом. При том, что социальные выплаты за счет инфляции становятся даже меньше. Мы, естественно, это не поддержим. Мы подготовили свой вариант бюджета для людей, а не для чиновников. И будем добиваться принятия его. Поскольку при принятии бюджета в варианте правительства у нас еще больше будут обделены все социально и так незащищенные люди. Мы с этим не смиримся и за него голосовать не будем. Кстати, о социальном обделении, если можно так сказать, мы будем говорить с нашими зрителями немного позже. На этой неделе выяснилось, что в бюджете на субсидии очередная дыра. Не хватает еще 10 миллиардов гривен. Почему в кабине не способны сразу определить, сколько придется потратить за год на такие выплаты? И что ждет людей, если депутаты все-таки не успеют выделить деньги до начала отопительного сезона? Мы все это обсудим с вами, но уже во второй части нашей программы. Пока я благодарю вас, Юрий Анатольевич, за участие. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, был гостем подробностей недели. Продолжим через несколько минут. Утечка лучших мозгов. Украинские ученые массово уезжают за границу. Почему государство их не останавливает? И какой катастрофой это может обернуться для страны? Субсидии по зиме считают. У государства заканчиваются деньги на помощь населению. Как малоимущие теперь будут оплачивать комуслуги? Спросим у министра соцполитики. Вы смотрите подробности недели, мы возвращаемся в прямой эфир. Без именной почестей, с началом войны, в зоне боевых действий пропали без вести сотни людей. Большинство из них погибли, но тела не найдены, а значит официально эти люди погибшими не признаны. И их родственники годами живут с мучительной надеждой. На этой неделе похоронили погибшего в 2014 году танкиста Артема Абрамовича. Но его путь домой длился целых три года. Все это время на Донбассе работают поисковые группы, миссии «Черный тюльпан». Это волонтеры, которые ищут тела погибших. Они говорят, раньше им помогало Министерство обороны, сейчас нет. Кроме того, боевики не пускают их на оккупированную территорию. Но тем не менее, поисковых миссий эти люди не сворачивают. В одном из таких выездов вместе с ними побывал и наш Руслан Смещук. «Черный тюльпан» Вместе с двумя товарищами ценой своих жизней уничтожили российский Т-72. Путь героев домой растянулся на долгие три года. Забрать останки танкистов с оккупированной территории было сложной задачей. Получили информацию еще 3 сентября 2014 года от очевидцев, что так и так дали ориентировку. Мы зарисовали план-схему, где два танка похожи как на таран, и там останки есть. И только аж в октябре месяце, 3 октября, если не ошибаюсь, мы первый раз туда смогли доехать. Но, к сожалению, спустя только три года удалось дефицировать весь экипаж. Там было не одно тело, и мы их забирали три раза, ездили на эту локацию. Там разорванная техника была. Нам мешала, как и та сторона, в некоторые моменты их забрать. Почему? Потому что говорили, что ребята, быстренько уходим отсюда. Останки доставили в Запорожское бюро судмедэкспертизы. ДНК-тест провели кое-как, фрагменты тел перепутали. По мере идентификации сначала отдали Петю, потом отдали Артема. И, как оказалось, Артема отдали вместе с Ярославом Антонюком. В результате погибшие Артем Абрамович и Ярослав Антонюк получили статус пропавшие без вести. И для их родных началась пытка призрачной надеждой. Вдруг выжили. Вдруг в плену. Если бы не настойчивость следователя и тогда еще волонтера Ирины Бадановой. Они добились эксгумации повторных ДНК-экспертиз и установили личности каждого. Спустя три года после своей гибели Артема Абрамовича похоронили в родном Житомире. Теперь будут наказаны. Я посвящу этому свою жизнь. Для того, чтобы... Мне терять нечего. Для того, чтобы другие мамы обрели, пускай, в таком качестве, но детей домой. Потому что на том Краснопольском кладбище Запорожье 99% дает, что там половина таких ребят, с которых вот так провели экспертизу. И поэтому у нас столько неизвестных закороненных в 21 веке. Случай Артема Абрамовича показателен. По официальным данным, пропавшими без вести в зоне боевых действий считаются около 500 человек. Из них почти 100 военные. Красный Крест называет цифру в два раза больше. Тысяча человек. Ни жизнь, ни смерть которых не доказаны. Если такая информация, что у людей есть, кто-то знает, что из сополочения погибли украинские, местные жители. Пускай обращаются. Это конфиденциальная информация. Так начинается работа волонтеров-поисковиков «Черного тюльпана». Эти люди вернули сотни погибших домой. Вдоль пути следования по прифронтовым территориям они раздают свои визитки. Проезжая мимо населенных пунктов, которые приближены к линии разграничения, либо тех местах, на которых велись боевые действия начиная с 2014 года, мы развозим по магазинам, там где скопление людей, визитные карты, по которым люди смогут сообщить на горячую линию о том, что они видели, либо обнаружили останки погибших. Сегодня они работают в Ямпольских лесах. Это недалеко от Славянска. В 2014-м тут шли ожесточенные бои. Погибло много и военных, и гражданских. Танки, ребята шли. Мы стояли возле двора. Танкисты слез откуда-никак. С той стороны у них шла колона. Больше, наверное, 15 танков. И самолеты. Ну, в общем, тут крепко бой был. И мы тут это все застали. На танках везли ребят. Ну, когда люди уже на танках, они говорят, просто... Смотрите, сердце разрывалось. Сзади на этих... Ну, лежали ребята. Полуобвалившиеся, поросшие травой блиндажи и окопы. Повсюду остатки военной формы и обуви. Эти укрепления боевиков брали штурмом десантники 25-й бригады. Останки находят до сих пор. Огромное количество погибших как со стороны украинских военных при штурме данного блокпоста, так и мирные жители, которые были в заложниках, и боевики. Мы уже здесь подняли более пяти тел на этих участках. Щупами и лопатами метр за метром поисковики проходят по окопам. И вот первая находка. Опасная. Заряд. Погащай. А, это двигатель, да, или что ли? Да, походу пороховой. Обалдеть. Ну, такие даже вещи встречаются периодически. И гранаты, и все остальное передаем саперам. Еще год назад поисковики работали совместно с Минобороны. Потом военные прекратили сотрудничество. Кроме того, совсем не ведется поиск на неподконтрольных территориях. У нас уже есть огромное количество материала, с которым нужно работать. Там очень много погибших ребят. Так и мирных жителей тоже немалое количество, которые считаются пропавшими без вести. Я считаю, необходимость договариваться, чтобы забирать, потому что время работает против нас. Чем дольше мы тянем, тем проблем не будет найти этих людей. Ведь любая война длится до тех пор, пока ее последний солдат не обретет последний покой. Руслан Смещук, Юлия Жешко, Василий Миновщиков, Евгений Пахальчук и Руслан Древюк. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну, а пока до конца войны еще далеко. На фронте не прекращается огонь. Хотя в штабе АТО отчитались, за последние сутки противник стрелял меньше. Но среди украинских бойцов есть один раненый. Не погиб никто. А еще сегодня в мониторинговой миссии ОБСЕ отчитались о том, что с начала года на Донбассе зафиксировали больше 300 тысяч обстрелов. Из них 26 тысяч с применением тяжелого вооружения. Тема войны на востоке нашей страны и поиски выхода из нее должна была стать одной из главных на этой неделе в парламентской ассамблее Совета Европы. Как это обычно и бывало. Но, к сожалению, говорили в основном не об этом. И президенту, и украинским дипломатам, и депутатам Верховной Рады в первую очередь пришлось разбираться со скандалом вокруг недавно принятого закона об образовании. Уже очень давно наши политики не оправдывались вот так. Тему продолжит моя коллега Ирина Иванова. Сюрприза для Украины начался первый же день сессии. Утром, еще до слушаний, бюро ПАСЕ решило изменить повестку и вынести украинский образовательный закон на неотложные дебаты. Профильный комитет на следующий же день подготовил проект резолюции. Проект резолюции еще будет меняться, в нем будут носиться поправки. Но пока есть то, что мы имеем в этом документе. Это требование отменить дискриминационные нормы, не дискриминировать национальные меньшины некоренных народов в отношении к коренным народам. Просьба увеличить период адаптации к новому законодательству. Говорят, что транзитный период в три года недостаточно. Нужно дать возможность больше для того, чтобы адаптироваться к этим реформам. Вторник – очередная неприятность. Скандальное выступление чешского президента Милоша Зэмана. Он советует снять с России санкции и продать Украине Крым. Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну. Так хотите ли вы рисковать? Крым аннексирован, вне всякого сомнения. И этот вопрос уже решен. Если будет диалог между Россией и Украиной, я думаю, и это мое личное мнение, необходимо провести компенсацию или в финансовой форме, или нефтью и газом. На следующий же день, в том же сессионном зале, Зэману парирует Порошенко. Я решительно отвергаю заявление тех, кто говорит о Крыме, как о завершенном деле. Трибуна ПАСЕ была создана не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ. Этого никогда не будет. В своем выступлении президент много говорил о российской агрессии и достижениях Украины, о судебной реформе и борьбе с коррупцией, а еще о нем, таком дискуссионном образовательном законе. Я родился в Болграде, на юге Одесской области, в центре болгарского национального меньшинства в Украине. И это дало мне много возможностей, и это то, что я хочу видеть, чтобы в регионах с нацменьшинствами люди говорили на двух, трех языках, как и в любой другой стране. После визита президента языковые страсти лишь накалились. Утро четверога, обещанные дебаты. Самый спорный вопрос, седьмая статья. К сожалению, использование седьмой статьи нового закона в политических целях бросает тень на проевропейский ориентированный закон. Господа, я подготовил выступление, но после услышанного от моих коллег решил просто порвать свою речь. Я встревожен судьбой румынской и молдавской общины в Украине. Украинской стороне стоило сначала обсудить этот вопрос с нами и с венецианской комиссией. Большинством голосов резолюцию принимают. По себе признают право Киева поддерживать украинский язык, но указывают на важность защиты прав нацменьшинств обучаться на их родном языке и настаивают на соблюдении принципа недискриминации. Еще одно замечание. Трех лет на введение норм закона может быть недостаточно. Те, что влаштовала сегодня угорская и румынская делегация в парламентской ассамблеи Рады Европы, это и только внутренние политические игрища этих делегаций, направленные на консолидацию властного электората напередуне выборов. В любом случае, диалог со всеми сторонами продолжается. Выводы венецианской комиссии президент обещал принять целиком. Осенняя сессия выдалась для Украины не из легких. Еще сложнее будет на следующем заседании, когда поднимут вопрос о продлении санкций против России. Уже сейчас в стенах посте звучат призывы вернуть полномочия российским делегатам в обмен на возобновление членских взносов со стороны России. Что победит в Совете Европы? Демократические ценности или материальные? Узнаем в конце января следующего года. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности о неделе телеканал Интер. В этом скандале есть один очень важный момент. Не политический и не национальный, а правовой. Если внимательно послушать высказывания европейцев по закону об образовании, то ключевые слова почти у всех о том, что принятые нормы сокращают уже существующие в Украине права национальных меньшинств. Европейцы свои претензии обосновывают не только политическими или культурными аргументами, они ищут правовую основу. Именно поэтому украинским законом займется Венецианская комиссия. Полное название этого органа Европейская комиссия за демократию через право. Она проверяет нормы законов и законопроектов на соответствие принципам права, международным обязательствам и Конституции страны. Так вот, в Конституции Украины есть 22-я статья и в ней говорится здесь я процитирую. При принятии новых законов или внесении изменений к действующим законам не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Уже как минимум этой конституционной нормы может быть достаточно, чтобы поставить под сомнение принятый закон. Впрочем, политики вряд ли будут просто ждать, пока юристы расставят все точки над «и». С одной стороны, в Украине уже обещаны десятки казней венгерских, если наше государство не отступит. С другой стороны, есть еще поляки, румыны, болгары. В общем, недовольных Европе столько, что вовсе не кажутся несущественными угрозой европейцев пересмотреть соглашение об ассоциации с Украиной, потому что новый закон об образовании якобы нарушает принципы этого документа. Как далеко может зайти это противостояние и чем в действительности оно грозит Украине? Это вопросы для наших экспертов. На связи со студией подробностей недели Тарас Качко, экономический эксперт и Василий Филипчук, эксперт по внешней политике. Я приветствую вас, друзья. Первый вопрос, Тарас, давайте начнем с вас. Все-таки вы один из лучших в Украине специалистов по соглашению об ассоциации. Вот по вашей оценке, принятые нормы закона об образовании и вправду противоречат ассоциации, и второй вопрос в догонку. Европейцы действительно могут начать процесс пересмотра этого соглашения? Ну, на первое вопрос, пока что очевидно, ответ нет, не соперечит закон про мовы в угоде про ассоциацию. Инша справа, что тут вопрос больше нюансов niż великой нормы. То есть, даже в Раде Европы говорилось про то, что интерес и цели украинской политики в научении украинской мовы абсолютно легитимны. Питание лишь в нюансах. И тут то, что может сделать Европейский Союз, если Венецианская комиссия визнает певные порушения, может быть использованный механизм регулирования спорей между Украиной и Европейским Союзом. Если все государства, члены Европейского Союза, вважатимы, что такой спир может быть порушен. Но в жодном случае это не дает председатель для перегляда угоди про ассоциацию. Поэтому заяви министра закордонных справ Угорщины, они были апріори поза межами самого сместа угоди, они просто были в найдошкольнейшие заяви, намагался он сделать, что и было сделано. Хотя с реальностью они не имеют ничего спильного, это просто бралось за аналогию, например, позиции Нидерландов, когда какие-то побоевания, которых нет в угоде, лягали в основе кампании против угоди про ассоциацию. Тогда это не работало, не работает и теперь. Ну а последнюю резолюцию, как вы можете прокомментировать? Останная резолюция справді вона эмоциональнейшая ниж планувала, ниж это было сделано в комитете, но с другой стороны на режном элементе все равно будет Венецианская комиссия за демократию через право. Как вы уже говорили, эта комиссия занимается, это не бюрократичное или бухгалтерское заведение в соответствии ком или букв. Это вопрос находения соответствий принципам, что всегда не так просто делается. Поэтому сейчас все зависит от того, насколько аккуратно и известно подойдут эксперты, которых выберет Венецианская комиссия для оценки этого закону. Я думаю, что это един нормальный способ, и все это осуществляют, чтобы Венецианская комиссия экспертно соответственно своих практик оценила этот законопроект. Зрештою, как все означают, интерес Украины легитимный, вопрос только в том, какой баланс, был получен баланс, он поддерживает и далее. Все это залежит, на мою думку, от того, как впровадживается сам закон, потому что, снова таки, претензии до статей 7 закону, они стосуются того, как каждая из сторон, то есть те, кто критикуют, видят впроваджение этой нормы. Украинские посадовцы говорят, что впроваджение этой нормы не порушит прав национальных меньшин. Те, кто критикуют, говорят, видят, что эта норма будет впровадживаться скандального закона. И считаете ли вы аргументы украинских дипломатов достаточными, чтобы в итоге снять все беспокойности европейцев? Ну, это может длительный период времени, и чем быстрее мы эту проблему решим, тем лучше для страны. Потому что у меня такие впечатления, те, кто сейчас кидают близко в сторону Европейского Союза, Угорщина или Румуния, забывают, что у нас главная проблема не Угорщина или Румуния, а Россия. Потому что чем быстрее решим, тем лучше. Что до линьи поведенки, безперечно, что мы решим проблему, которая была создана, которую можно не создавать. Фактически, как для меня важливым, важным и сутежным аргументом с боку наших угорских или румуниских партнеров это, что данный документ, закон про обучение был принят без консультаций. Причем без консультаций как с собственными гражданами, представниками национальных меньшин, так и без консультации с партнерами на Заходе. И именно тот факт, что принимаются решения, которые имеют так важное значение, без обговорения, он их обурил, и это обурение абсолютно легитимно, тем больше, что, как вы абсолютно правильно заявили в вашей подводке, мова идет про изменение, де-факто изменение прав национальных меньшин. То есть, вместо того, чтобы говорить, как покращить изучение украинской мовы, мы начали действия о уменьшении изучения украинской и румынской мовы, а это против европейских принципов. Поэтому в этой ситуации украинская дипломатия должна сделать все, чтобы не создать еще одного фронта, только на западном направлении, чтобы сделать все, чтобы поддержка Украины в Европейском Союзе была мощная и безсумнительная. И когда поставят на голосование санкции против России, решение будет позитивное для нас, а не Угорщина под приводом данного закону продолжения санкций. Поэтому в этой ситуации лучше сделать маленький крок на встречу, тем или другим способом дополнить эту статью, найти компромисс, который позволит сохранить партнерство и поддержку с боку наших западных соседей. Потому что если мы пересверимемся, кроме войны с Россией, и будет конфликт еще и с Угорщиной, Польшей, Румынией, это катастрофа. Это прямо сопряжение тому, как должна поводить дипломатия страны, которая находится уста невинные. Ну что ж, будем надеяться, что украинская дипломатия излечет правильные уроки для себя из этого скандала. Спасибо, Тарас Качка и Василий Филипчук отвечали на мои вопросы. Ну, а пока в Восточной Европе все внимание сфокусировано на украинском образовании, в Европе, западной, опять массовые протесты. На этот раз против реформ Макрона. Новый президент Франции еще недавно считался любимчиком чуть ли не всей своей страны, а вот теперь может оказаться в эпицентре настоящего политического кризиса. Впервые за десятилетия к забастовкам призывали одновременно все профсоюзы госслужащих. На работу не вышла пятая часть учителей, были закрыты почти все детские сады, не хватало персонала в больницах, пришлось отменить даже треть авиарейсов. Все это из-за трудовой реформы. Почему французы настолько возмущены и что ждет их президента дальше, давайте узнаем у Елены Абрамович, Елена, приветствую. Скажи, что происходит? Чем Макрон так разозлил французов? Алексей, трудовая реформа, которую сейчас проводит Эммануэль Макрон, это его предвыборное обещание. Главная цель сократить безработицу и сделать французский рынок более привлекательным для инвесторов. Реформа довольно сложная, в ней много этапов и она затрагивает интересы большинства граждан Франции. Сейчас сбыставали именно госслужащие, потому что это второй этап реформы, который Макрон запустил на этой неделе и он касается именно госсектора. В течение пяти лет в стране должны сократить 120 тысяч госслужащих. Сейчас на государство работает пятая часть от всего трудоустроенного населения Франции. Также планируется сократить пособие по безработице и пересмотреть расходы на профессиональную подготовку. А это, кстати, две области, которыми занимаются профсоюзы, из которых они получают большую часть своего финансирования. Свободные деньги перенаправят для расширения схем страхования фермеров и самозанятых. Недовольны профсоюзы и тем, что после реформы они больше не смогут существенно влиять на процессы сокращений и увольнений. Например, раньше транснациональные компании не имели права сокращать персонал, если их дела были плохи только во Франции, но стабильны в глобальном плане. Эти условия Макрон тоже пытается изменить, чтобы у корпораций было право ориентироваться лишь на показатели внутри страны. В целом, бизнес воспринял реформу на ура, а вот работникам она пришлась, мягко говоря, не по душе. Макрона уже прозвали президентом для богатых. Впрочем, в Елисеевском дворце в ответ на протесты повторяют. Демонстрации это важно, и это часть демократических процессов, но еще более важен тот факт, что французский народ уже проголосовал за эту реформу, поддержав Макрона на президентских выборах. Поэтому отказываться от задуманного президент не собирается. Как он говорил еще во время предвыборной кампании, у него есть план. Первые два года будет внедрять реформы и не обращать внимания на рейтинги, а следующие три пожинать плоды. Алексей? Ну, любопытно, только не станет ли единственным плодом его реформ такое же драматическое падение рейтинга, которое получил предыдущий президент Франсуа Алант. Спасибо, коллега. Это была Елена Абрамович на связи со студией подробностей недели. Кстати, к публичным акциям в ближайшие дни готовятся и в Украине. Подразделения национальной гвардии и нацполиции переведены на усиленный вариант несения службы. На эти праздничные выходные по случаю Дня защитника Украины по всей стране заявлено проведение почти трех сотен акций. Самые масштабные ожидаются в Киеве. В столице порядок на улицах 8 тысяч в других регионах страны. Но несмотря на все социальные бунты в Европе, для большинства украинцев за границей это все-таки Эльдорадо. Тысячи наших сограждан стремятся уехать из страны. Кто временно подзаработать денег? Кто навсегда? И самое страшное, что из Украины уезжает интеллектуальная элита. Медики, математики, программисты. За годы независимости количество ученых в стране сократилось в три раза. Они стремятся за рубеж за большими деньгами и перспективами. Ведь наше государство их не поддерживает. Как это заниматься наукой в украинских суровых реалиях? История энтузиастов, которые могли бы стать богачами за границей, но остаются на родине. И молодого украинского ученого, который строит успешную карьеру в Кембридже. Материали Евгении Коваленко. Знакомьтесь, это Евгений. Он преподает IT-дисциплины в Национальном авиационном университете. После пар спешит в студенческую лабораторию. Привет. Что у вас там? Он собрал целую команду молодых изобретателей. В аудитории их пока мало. Все на занятиях. Здесь студенты разрабатывают приборы для незрячих людей. Костя паяет платы. Его напарник Олег создает сайт проекта. Ну а я, как живчик, им накидаю какие-то новые задачи, новые идеи. Сказали, хочешь делать? У нас есть детали. Есть в интернете опис этого устройства. Мы даем детали, ты делаешь. Я тогда так загорелся этой идеей, потому что я могу делать что-то большее, чем просто сидеть на парах и писать конспекты. А началось все с международного конкурса. Евгений признается, захотелось победы и славы. Поэтому и создали прибор, который помогает слепым выучить шрифт Брайля. Мы это разработали, привезли до незрячих. И знаете, в тот момент трошки в сведомость повернулась. Я подумал, для славы. Там инший свит. Свит людей, как говорите, которые никому, кроме себя, не нужны. Конкурс изобретателей тогда выиграли. И не один. И вот уже несколько лет молодые разработчики трудятся над тем, чтобы незрячие могли полноценно учиться. Сначала были модели для взрослых, а вот это специально для детей. Университет предоставил им помещение, а оборудование и детали для приборов изобретатели покупают за свои деньги. Так проще. Я из государства не играю в игры. Взагалі. Очікувание денег больше витрачает времени и энергии, чем эти деньги. Пока вы получаете, то взагалі не то, что потребность может быть снижаться. Взагалі, может, не будет уже команды, которая будет все работать. Тут у нас стоят два 3D-принтери. Один купленный фабричный, а другой изгибранный власноруч. Ми на них друкуємо корпуси под своїми пристроями. Мы попросили незрячего человека протестировать изобретение студентов. Василий потерял зрение еще в детстве. Слева вверху. Вот это? Да. Правильно. О. Говорит, приборы действительно эффективные и перспективные. Если это будет в метро, можно даже на каждом станции, если это возможно, это было бы просто мега круто, потому что сам пользуюсь метро, и иногда не хватает понимания, где, какой выход, куда идти. Их уже обещают установить на Харьковском вокзале. Пока ребята выполняют единичные заказы и мечтают когда-то наладить большое производство. Главное, чтобы им не пришлось уезжать туда, где их мозги будут ценить больше. Студентская миграция из Украины как раз взросла. Вона буквально за несколько лет выросла практически полтора раза с 40 до 60 тысяч. Если радуются те, кто учится за кордоном. И особенно сильно взросла количество студентов в Польше. Ведь многие украинские выпускники просто не могут найти работу после окончания учебы. У нас большинство вузов или факультетов которые есть в вузах они создавались под конкретные заводы в Украине. Химики, биохимики, физики, инженеры и так далее. Этих заводов сегодня нет. И тут приходится или уходить из профессии или покидать страну. В целом за последние несколько лет за границу уехали почти 2,5 миллиона украинцев. И часть из них это физики, математики, программисты, врачи. Украина теряет интеллектуальный потенциал. За последние 20 лет количество ученых сократилось в стране более чем в 3 раза. Каждый четвертый украинский ученый готов покинуть родину. Такие данные всеукраинского соцопроса. И причина банальная низкая зарплата. Это основная но не единственная беда. Половина интеллектуалов не видят перспектив и не чувствуют государственной поддержки. А многие готовы уйти из науки. Ведь она в Украине при любом правительстве всегда в долгу. Денег на нее выделяют крайне мало. К примеру в этом году на науку предусмотрели чуть больше 500 миллионов. Но эти деньги не покрывают даже минимальных потребностей. Нужно вдвое больше. Молодые ученые утверждают единственный способ как-то выжить участвовать в международных программах. Так поступил и антрополог Тарас Федирко. Сначала выиграл стипендию на учебу в Даремском университете Великобритании. А потом стал научным сотрудником в Кембридже. Он победил на конкурсе и подписал контракт на 4 года. Теперь исследует работу британского парламента. Показывает свой профиль на странице Кембриджского университета. Раньше он просто зачитывался работами этих профессоров, а сейчас работает вместе с ними. Пока Тарас временно в Киеве. Изучает свободу слова в украинской журналистике. Об Украине у него будет монография и 3 научные статьи. Говорит, в среднем молодые ученые в Британии получают 1800 фунтов стерлингов. Я, например, в Кембридже не могу дозволить квартиру сам. Мне нужно с 3-4 людьми вместе вручать. Но и это гораздо больше того, что он имел бы на родине. В Украине молодой ученый сможет рассчитывать на зарплату 100 долларов в месяц. Я не вижу пока для себя возможности переезжать и начать заниматься наукой тут. Мне потребуется достаточно много денег для исследований. Инфраструктура гарантий для этого каши в Великобритании. Евгения Коваленко Богдан Бербицкий Марьяна Бурякова Сергей Килимник и Алексей Шматов Подробности недели телеканал Интер За границей наши граждане ищут не только достаток или карьерные возможности. Уже очень давно тысячи украинцев только в Европе могут найти справедливость. Европейский суд по правам человека превратился де-факто в одну из украинских судебных инстанций. Наши граждане в ЕСПЧ лидеры по числу поданных исков, а наше государство лидер по невыполненным решениям. И похоже это лидерство порядком достало европейских судей. Появилось даже специальное решение по украинскому вопросу. Такого еще не было в истории ЕСПЧ. Огромный массив из 12 тысяч украинских жалоб объединили по сути в одно дело. И все эти иски удовлетворили. Обжаловать вынесенный вердикт невозможно и государству придется выполнять все эти тысячи решений. А вот сумеет ли Украина это сделать очень большой вопрос. Тут у нас государство с субсидиями даже толком разобраться не может. Не то, что с ЕСПЧ. На субсидии опять не хватает. На этот раз аж 10 миллиардов гривен. Такие заголовки на этой неделе были практически во всех СМИ. Вообще это у нас уже традиция. В проект ДОСБюджета на субсидии вносить одну сумму, а потом каждые 3-4 месяца удивляться, выясняя, что денег оказывается не хватает и требовать от Минфина выделить еще. Вот если и сейчас Министерство финансов согласится выделить недостающую сумму, в целом по году получится, что на субсидии Украина потратит аж 71 миллиард гривен. Причем проблему с субсидиями нужно решать очень быстро. Отопительный сезон как раз начинается, а эксперты говорят, предусмотренные в бюджете деньги уже израсходованы. Но чем все это грозит и чего ждать людям, если политики не успеют принять необходимые решения вовремя? Это вопросы для Андрея Рева, министра социальной политики Украины. Он с нами на связи. Здравствуйте, Андрей Алексеевич. Если Верховная Рада не выделит необходимые деньги на субсидии в этом году, какие могут быть последствия? Что это будет означать для людей? И не окажется ли, что украинцы например в декабре останутся без помощи государства? Украинцы за будь-яких умов не залишатся без государственной допомоги. Взагалі, субсидии это не допомога безпосередньо гражданину, тобто, кошти, которые предъявлены государственным бюджетом, не идут на рахунки наших граждан. Это співоплата государства за житлово-комунальные послуги, которыми используются граждане, которые не могут самостоятельно оплатить их вартость. И поэтому, согласно нашего законодательства, визначается часть, которую платят безпосередньо гражданин, и визначается часть, которую доплачивает государство. Это зависит от количества и вартости житлово-комунальных послуг, от социальных нормативов, использования этими послугами и, конечно, от доходов домогосподарства. Поэтому, даже если государственный бюджет не расплатился с поставщиками житлово-комунальных послуг, это не основа для прекращения дать житлово-комунальных послуг безпосередньо гражданину. Это взаимовидносимо между житлово-комунальными предприятиями и бюджетом, до которых гражданин не имеет никакого отношения. И поэтому особисто людям абсолютно ничего не загрожит. Ну, смотрите, вот в этом году уже не первый раз приходится говорить о выделении дополнительных средств на субсидии. А в проекте госпюджета на следующий год на это предусмотрено достаточно средств? Насколько там реалистичная сумма? Или и в следующем году тоже придется неоднократно выделять дополнительные и дополнительные средства? Главным распорядником кошек по программе житловых субсидий есть Министерство финансов Украины. Само оно формует проект государственного бюджета и планует цифры по видаткам, за которые оно отвечает. Министерство социальной политики и все органы, которые находятся в сфере его управления, то есть мова идет о управлении социального защиты населения, которые безусловно призначают людям субсидии, они есть распорядниками кошек нижнего уровня. И поэтому мы вносим пропозиции, но остаточный вариант прогноза за Министерством финансов Украины. Если вас интересует наша думка, то суммы в 55 миллиардов должно выстачить, за условия, если в этом году программа житловых субсидий будет дофинансована не менее 10 миллиардов гривен. Но давайте о том, что вы спрогнозировать можете. У вас есть прогноз, сколько наших граждан этой зимой будут получать субсидии и обеспечить ли система субсидий всех, кто в них нуждается? Все, кто потребует субсидий, будут им обеспечены. Сколько будет конкретно субсидиантов, можно сказать не раньше 1 сечня. Максимальная количество субсидиантов, которая была в прошлом году, это около 7 миллионов домов господарств. Сменшение или увеличение количества субсидиантов зависит только от одного показника, от уровня доходов наших граждан. Чем выше доходы, тем меньше кількість субсидиантов. Враховую, что протягом этого года заработные платы в среднем Украине взросли на 37%, конечно, это приведет до того, что часть людей выйдет из программы субсидий и будет оплачивать житлово-комунальные послуги. Сколько их будет? Это можно сказать только в сечение месяце, осколь до этого времени органы социального защитного населения совершат перерахунок на зимовый период. Никаких штучных обмежений доступа до программы житловых субсидий, никаких штучных скорочений или уменьшений количества людей, которые имеют право на отримание субсидий, не будет. Ну, хорошо, зимой проверим. Спасибо. Министр социальной политики Андрей Рева отвечал на мои вопросы. Теперь громкая новость из Одессы. Там задержали двух подозреваемых в покушении на замглаву облсовета Олега Радковского. Кто и зачем стрелял в чиновника? Среди версий и политические мотивы, и криминальные разборки. Все подробности детективной истории у Андрея Анастасова. Вале Городковского стреляли вечером 4 октября в центре Одессы. Он вышел из элитного ресторана, подошел к своему автомобилю и в этот момент со стороны припаркованной ряда машины раздались выстрелы. В политика попали четыре пули, выпущенные из мелкокалиберного карабина. Сейчас его жизнь вне опасности. Вчера полиция совместно с прокуратурой и СБУ провели спецоперацию. Арестованы двое. 23-летний житель Одессы и 27-летний житель Херсонской области. За данным следствия вказанные особи перебывали в вечере в автомобиле. Потом один из них вышел, за данным следствия совершил несколько пострелев, поранил посадовую особу и потом сниг на автомобиле. Во время обысков у задержанных изъято множество огнестрельного и травматического оружия, патроны, балаклавы, полицейская форма, кроме того, тот самый карабин, скрыли злоумышленники. На вопрос о заказчиках покушения в прокуратуре говорят, отрабатываются и другие лица, причастные к преступлению. Радковский занимает пост первого зампредседателя Одесского облсовета, а также руководит местной ячейкой Батьковщины. Попередньо это было не связано с политикой, а скорее подпрацовывалась версия предпринимательской деятельности указанной особи и мотивы были связаны с его предпринимательской подоплеки покушения. В то же время в прессе сегодня появились сообщения, что преступление может быть связано с бизнес-разборками вокруг рынка автоперевозок. Журналисты также пишут, что оба задержаны входят в организованное бандформирование с пропиской в Черноморске, это бывший Ильичевск. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности недели, телеканал Интер, Одесса. А вот сколько лет лишения свободы грозит каталонским лидером за попытку уйти из Испании? Похоже, они задали себе этот вопрос и побоялись на этой неделе провозглашать независимость. Но надолго ли их напугали и чего ждать от каталонцев дальше? Запустят ли они парад суверенитетов в Евросоюзе? Эта тема сразу после рекламы. подробности недели снова в эфире. что дождались. Была ли независимость? В Каталонии президент автономии так хитро объявил результаты референдума, что теперь все в недоумении. Ничего не понимают ни Европа, ни Мадрид, ни сами каталонцы. Карлису Пучдемону дали время до понедельника, чтобы он четко сказал независимость объявлена или нет. А пока политики пытаются разобраться, что же всю эту неделю происходило в самой Барселоне. Материал нашего Алексея Пшемырского из Каталонии. Трудности испанско-каталанского перевода. Президент Каталонии Карлис Пучдемон наконец спустя две недели представил местным депутатам результаты референдума. Полагаю, они дают нам право объявить о создании независимой каталонской республики. Тысячи сторонников независимости, собравшиеся недалеко от парламента Каталонии в Барселоне, ликуют овации и в зале, но не дождавшись их окончания, Пучдемон продолжает. Я прошу парламент временно приостановить вступление этого решения в силу, чтобы мы могли в ближайшие недели провести переговоры и найти выход из этого кризиса. Так была ли независимость, не понял никто. Каталонская республика на карте Европы не появилась. Улицы Барселоны снова заполонили тысячи митингующих. Вчера несколько тысяч сторонников Единой Испании вышли на площадь Каталонии. Люди скандировали нет независимости Учдемона в отставку. Энрико преподает политологию в университете Барселоны. В отличие от многих своих студентов он против отделения Каталонии. Каталонцы никогда не имели столько свободы как сейчас. Обучение в школах и университетах ведется в основном только на каталонском при том, что не все на нем говорят. Все эти разговоры о притеснении вранье политиков. Все это отделение наподобие Брексита нонсенс. Мы часть Евросоюза. Основное оружие Карлиса Пучдемона 90% голосов за отделение на референдуме. Однако голосовать пришли менее половины каталонцев. Ведь Мадрид объявил это волеизъявление вне закона. Каталония разделилась. Есть риск того, что все это может перерасти в более серьезные стычки. Мы не хотим повторить судьбу Балкан. Мы не хотим гражданскую войну. Вот поэтому я сегодня здесь. Сторонники и противники независимой Каталонии то и дело начинают выяснять отношения на более чем повышенных тонах. Небольшая группа приверженцев отделения попыталась пронести на площадь флаг Каталонии. Завязалась драка. В ход пошли стулья из расположенного неподалеку кафе. На окраине Барселоны свою акцию устроили местные ультраправые. Они сжигали флаги Каталонии и кричали смерть сепаратистам. Нерешительность Пучдемона разочаровала и многих сторонников независимости. Еще неделю назад здесь в районе Борн где проживает местная богема трудно было увидеть балконы без флагов Каталонии. Теперь их куда меньше. Многие люди запутались. Это какая-то ерунда. Мы оплачиваем зарплаты политиков чтобы они делали свою работу а они перекладывают ее на плечи людей. Это проблема политиков но она уже разделила людей. Своё главное обещание объявить о создании независимой Каталонской республики через 48 часов после референдума Карлес Фучдемон не выполнил. Сколько это еще будет продолжаться недели а потом что вернемся назад к страйкам или чему я не понимаю все очень обеспокоены тем что будет дальше. Официальный Мадрид выдвинул лидеру Каталонии ультиматум. У Пучдемона есть время до 10 утра понедельника чтобы дать ответ была объявлена независимость или нет. Если он будет положительным то мы даем еще три дня до четверга чтобы он мог отменить это решение. Если ответа не будет Мадрид уже в который раз обещает применить статью 155 Конституции лишить Каталонию автономии а Пучдемона отправить в отставку распусти в местный парламент. Сам президент Каталонии от комментариев воздерживается но в его партии уже заявили своего лидера защитят. Пучдемон четко сказал что объявляет независимость исполняя волю каталонского народа однако пока не вводит это решение в силу чтобы дать место переговорам Рахой должен решить продолжать репрессии против нас или начать переговоры если они применят статью 155 каталонцы будут защищать свое правительство и Мадриды Барселона пока молчат недообъявленная независимость и недоотправленный в отставку парламент отношения Барселоны и Мадрида последние недели все больше напоминают политический фарс и вряд ли он закончится в этот понедельник именно это может объединить каталонцев и испанцев которые все меньше доверяют как Рахою так и Пучдемону рейтинги и того и другого стремительно падают и не исключено что вскоре каталонский кризис в Испании будут решать уже совсем другие политики из Барселоны Алексей Пшемыский Евгений Каминский подробности недели телеканал Интер А вот что происходит в эти минуты в Барселоне можем узнать у того же Алексея Пшемыского мой коллега на связи со студией подробности недели Алексей приветствую скажи вот если каталонские лидеры все-таки решатся объявить независимость чем на это может ответить Мадрид у испанской власти вообще достаточно сил для того чтобы остановить все подобные попытки Добрый вечер Алексей скажу что по событиям референдума 1 октября здесь в Каталонии думаю что Мадрид должен достаточно четко понять что для борьбы с каталонской независимостью будет готов использовать все силы и все средства напомню тогда в стычках с полицией пострадали более 800 человек отмечу что здесь в Каталонии Мадрид сейчас опирается в основном на силы гражданской гвардии Испании по разным данным еще перед референдумом в регион прибыло более 10 тысяч испанских правоохранителей и они до сих пор остаются здесь отмечу что вот буквально несколько дней тому назад в порт Барселоны зашли два боевых корабля испанского флота и вот по некоторым данным здесь же в Барселоне расположены и отряды испанского спецназа которые должны будут арестовать Карлиуса Пучдемона в случае если он все же объявит независимость ну скажу что конечно пока что все это больше похоже на своего рода такую игру мускулами напомню что срок ультиматума который Мадрид дал Пучдемону истекает в понедельник и даже если он не даст свой ответ то власти страны все равно обещают отправить его в отставку отмечу что здесь же в Барселоне Пучдемон уже оказался и под атакой своих же политических соратников сегодня депутаты из партии кандидатуры народного единства которая вместе с политсилой Пучдемона составляет здесь большинство потребовали от президента Каталонии немедленно все же объявить независимость иначе пригрозив выйти из большинства и таким образом это могло бы привести к отставке президента Каталонии вот собственно настолько сложная здесь сейчас ситуация сам Карлис Пучдемон пока что молчит очевидно готовя ответ Мадриду на понедельник но и скажу что вот несмотря на такую достаточно жесткую позицию руководства страны вот сегодня появилась информация о том что Мариана Рахой премьер-министр Испании все же проводит переговоры с испанской оппозицией на предмет внесения изменений в конституцию которая бы дала более широкую автономию Каталонии взамен на отказы от независимости но а каковы детали этих переговоров пока что неизвестно я думаю что новости мы узнаем уже в понедельник но конечно очевидно что понедельник как ровно скорее всего и на следующей неделе каталонский кризис не закончится Алексей ну что ж дождемся понедельника спасибо это был Алексей Пшемызский на связи из Барселоны мне же осталось поблагодарить тех кто уделил два часа своего времени подробностям недели с Алексеем Лихманом всего вам доброго до встречи следующую пятницу Субтитры создавал DimaTorzok